Лекцию у нас будет называться «Графические методы и схематизация». Этой темой мы занимаемся в рамках серии игр «Технологии мышления», которые проводит Пётр Георгиевич Дровицкий. Мы работаем как наследники Московского методологического кружка. Само это слово «схематизация» с одной стороны достаточно понятно. В начале XX века оно означало упрощение. У меня есть несколько книжек, в которых слово «схематизация» употребляется именно в этом смысле. Например, «театральная схематизация». Это значит упрощение и создание простых театральных декораций. Несложно. А с другой стороны слово «схематизация» происходит от слова «схема», слово «греческое». И этимология его достаточно сложна. Оно в том числе встречается в греческих версиях Библии. Его употреблял Кант. И в зависимости от того, насколько мы будем глубоко погружаться в историю, это может быть отдельная лекция по поводу того, что такое схема и что такое схематизация. Кант, например, говорил о том, что схему невозможно нарисовать. Для него это была такая сущность, которая включала бы в себя время и пространство. То есть представление о времени и представление о пространстве. Для Канта, который жил достаточно давно по сравнению с нами, было невозможно себе представить, как эти два понятия можно совместить в одно представление. Сейчас, я думаю, ему было бы легко ответить на этот вопрос, если бы он знал о том, что есть кино. Потому что каждый кадр представляет собой фотографию пространства в определенный миг, в определенный момент. А вся кинолента представляет собой совмещение времени и вот этих вот покадровых представлений о пространстве. Ну, мне кажется, я уже как-то сложен. Поэтому я, наверное, должен вернуться к схематизации и графическим методам. Собственно, а что мы схематизируем и зачем это нужно? Ну, наверное, я слышал во всяком случае, что вы тоже иногда работаете в традициях московского методологического кружка. И можно сказать на такой вопрос, что мы схематизируем всегда объект. Ну, какой-то объект, который мы, собственно, берем для исследования или для проектирования. Вот был такой царский генерал, который в конце 19 века эмигрировал в США и стал основоположником очень интересных психологических теорий. На чтениях его памяти выступал Абрам Маслоу, например. То есть это такая значительная фигура, Альфред Коржибский. Он в свое время сказал, что карта – это не территория. То есть мы имеем в виду, что есть какой-то объект, например, территория земли, которую мы можем видеть, или, например, представление о нашем предприятии. Вот он как-то реально существует. И когда мы говорим о том, что нужно повысить эффективность, например, или, значит, нам нужно поднять производительность труда, или нам нужно придумать новую модель цифровой экономики страны, то вот на этом месте, которое я вот так вот невнятно очень нарисовал, лежит какой-то объект, который мы каким-то образом себе представляем. Одно дело, если это объект-стол или вот такая парта, и, в общем, архитекторы прекрасно знают, что такие объекты могут быть нарисованы в виде чертежей, представлены в виде прототипов, маленьких, больших, распечатанных на 3D-принтерах. А как быть, например, с таким объектом, как предприятие? То есть его не распечатаешь на 3D-принтере, потому что там есть директор, главный инженер, несколько бригад, люди увольняются, приходят, какой-то процесс внутри протекает. Или, например, образовательный процесс. То есть есть какое-то предприятие, образовательное учреждение, внутри есть дети, студенты, приходят тьютеры, или преподаватели, профессора, доценты, не знаю, директор, наверное, есть. Значит, как это все вместить как объект? Когда мы говорим о развитии этого объекта, то есть как мы его будем себе представлять, как мы его, собственно, как мы поймем, что мы говорим об одном и том же. Ну вот, есть этот объект, и Коржипский говорит, что вообще, если говорить о каких-то философских объектах, не таких, даже более сложных, чем предприятия и образовательные учреждения, то вообще он, ну, с любой точки зрения, не познаваем. Он говорит о том, что вот есть такой вот прям дуршлаг, он его запатентовал, и я буду рисовать, как он рисовал. То есть вот у него объект, о котором мы ведем речь, когда находимся в коммуникации друг с другом, он вообще не познаваем. Ну, например, человек, тело, его здоровье, представление о его мышлении. Эти представления меняются, ну, по сути дела, каждые 50 лет, если не 20. То есть 20 лет назад у человека и всю сложность, которую он из себя представляет, представляли одним образом, через 20 лет мы будем представлять уже совершенно по-другому его. Ну, и, соответственно, объект вот не познаваем, и мы мыслим о нем предметно, он говорит. И у него здесь такой, тоже алюминиевая такая тарелка с дырками, которая привязана к этому дуршлагу. Он говорит, и вот это наши предметные представления об этом объекте. В московском металлогическом кружке тоже есть похожая схема, она называется схемой научного предмета. И есть похожая схема, схема знания. Но она сделана в традициях немножко другого графического языка. То есть там говорится о том, что есть объект А, и мы его обозначаем символом Х. И это как бы не одно и то же. Но вводя символ Х, то есть вводя понятие об объекте, какой-то термин об объекте, мы как бы понимаем, что вот он определяет этот объект. И вот этот объект настоящий, а это представление об объекте, термин о нем. Ну, очень похоже на то, что вот, по сути дела, нам предлагает Коржибский. Там вы увидите, что у него более сложная конструкция. Ну, и, собственно, есть схема научного предмета, где мы говорим о том, что вот этот круг представляет собой объект. Ну, например, какие-то реальные физические и материальные процессы, которые происходят на Земле. и, посмотрите, химия будет описывать их одним образом, предмет биологии будет описывать их другим образом, предмет истории будет описывать то, что происходит в этом объекте, третьим образом. И фактически каждый раз, когда мы будем говорить об объекте предметно, то мы будем сталкиваться с отражением вот таким этого объекта на одном из, ну, граней наших представлений. Ну, надо сказать, что вообще, наверное, Джордана Бруно, когда говорил о тенях, и у него была книжка про тени, такая очень мистическая. Он, наверное, имел в виду именно вот это. Потому что, если мы объект поставим вот так вот в центр и направим на него источник света, то мы увидим, что, по сути дела, тени от него будут лежать примерно вот таким образом. И на самом деле, когда мы с вами разговариваем о каких-то сущностях, которые для нас важны, то мы говорим всего лишь о тенях. Не о самом объекте. О знаках, которыми мы выражаем сам объект. И если мы вспомним Коржибского, то мы говорим не об объекте, а о его предметном представлении. И если объект у нас дуршлаг, вот этот вот как, ну, в котором, по сути дела, промывают макароны, он такой объемный, то вот эта тарелка с дырками, у него абсолютно плоская. То есть мы не подходим к сущности объекта, говоря о нем словами. Ну и Коржибский не ограничивается этой тарелкой, он к ней подвешивает вот такие ярлыки с дырками тоже на нитках. Он это называет универсальный дифференциал. Он запатентовал реально в патентном бюро США вот такую конструкцию. И он говорит, что и об объекте мы говорим не понимая его сущности, а через ярлыки, которые мы, по сути дела, подвешиваем через наши предметные представления. То есть мы говорим какими-то словами, которые мы берем из предметных областей, и у нас до настоящего содержания объекта остается достаточно много времени, и мы никогда не раскрываем его смысл полностью. Собственно, вот я попытался сказать о том, что объект сложен, и если мы будем говорить о нем словами, то вряд ли когда-то доберемся до настоящего, истинного такого его содержания. Поэтому мы в своей работе, в работе группы схематизации, которая занимается этой областью, можно так сказать, исповедуем графические методы, в которых, как нам кажется, объект можно выделить более сущностно, более осмысленно. Ну и, соответственно, занимаясь графическими методами, мы определили свою область разработок как схематизация. Почему я говорю и схематизацией, и графические методы? Схематизация, само представление о схематизации к нам пришло в наследство из Московского методологического кружка. Но мы стали заниматься, стали интересоваться, собственно, а что было до Московского методологического кружка в рамках рисования, наверное, можно сказать, сложных каких-то объектов. Во-первых, мы, конечно, обратились к географии, потому что нам казалось, что мир, он сам по себе, достаточно сложный объект, и прийти вот к этому изображению, которое мы сейчас видим на Google картах или на Яндекс-картах, человечество смогло прийти за несколько, ну, по сути дела, тысяч лет, ну, точно, совершенно за несколько столетий, или за две тысячи лет примерно. Мы сталкиваемся с изображением Земли сначала через карту Анаксимандра, причем она выглядела очень просто, то есть мы бы сейчас сказали очень схематично. В центре был город Милет торговый, и по сути дела вся земля была разделена на три части Азия, Африка и Европа. Потом мы видим более сложные карты после Анаксимандра, потом здесь уже легло Средиземное море, потом некоторые представления были о том, что в центре находится город Иерусалим, но Европа, Азия и Африка точно так же оставались. И у меня есть хорошая коллекция карт, которая показывает, как развивалось это представление, потому что потом по сути дела такое же представление сохранилось на картах Беатаса. Это монахи из испанского города Лейбана. То есть Европа обозначалась примерно вот так, причем смотрите, когда они рисовали Европу, им было все равно. То есть мы понимаем, что это Испания, вот это Италия, а это Греция. Если мы посмотрим на современную карту, мы видим, что они не так расположены в масштабе пространства. Но для них было примерно это все равно. потом была вот такая выбоина, что ли, в сторону Черного моря и Азовского. И дальше шел Дон, шла река, тогда они называли Илеть, и сейчас это Волга, причем до Камы. Это уже на более поздних картах 14 века. А здесь соответственно оставалась Африка. То есть и вот это представление о том, что часть Европы, часть Азии и часть Африки, оно сохранялось и на таких картах очень поздно. То есть масштабу на самом деле реального изображения земной поверхности, который так, как мы его сейчас себе представляем, пришли достаточно поздно. После 14 века, совершенно точно. люди изображали землю и как человека, люди изображали землю как принцессу Европу, ту часть земли, которую мы хорошо знаем. Люди изображали землю и вообще представление о мире, лучше так сказать, в виде дома, в виде мира, в виде представления о мире построены тибетские храмы, буддистские храмы, по сути дела православный храм представляет из себя все пространство мира, все представление о мире в целом. Не географию, а то, как на самом деле устроен мир. И вот по сути дела нового представления о том, как устроен мир, синтезированного в одной схеме, я вам скажу, что до сих пор например нет. То есть если антология религии, то есть представления о мире религиозные, они нашли свое воплощение в камне и в схеме, то наверное научные представления о мире или наши социальные представления о мире до сих пор в схеме еще не выражен. То есть что бы я хотел сейчас сказать и на чем сделать акцент. Человечество сначала о географии стало рассказывать. Мы знаем, что существовали песни и истории для того, чтобы выразить собственно, что путник увидит, когда будет двигаться по какой-то территории. например, для того, чтобы пройти по Австралии, человек должен был выучить песню, повторять ее про себя и в какой-то момент он бы увидел какие-то знаки, которые бы подсказывали туда он идет или нет. Та же карта Анаксимандра, о которой я вам говорил, она сначала была выражена в тексте, как устроен мир и только потом достаточно поздно ее нарисовали. Также можно напомнить, что сначала мы читаем в Ветхом Завете большое количество страниц о том, кто кого родил, кто был чей отец, кто был чей сын. Знаете, такой есть большой очень текст внутри Ветхого Завета. И только в 10 веке, спустя тысячи лет, вот как раз на картах Беатаса появляется схема от Адама до Авраама и дальше до Иисуса Христа. То есть они рисуют генеалогические деревья, чтобы визуально собственно сократить текст и превратить его в картинку, потому что картинка она более быстро воспринимается, находится на одном листе и сильно экономит время на чтение. Но посмотрите, уходит тысячи лет для того, чтобы придумать, сформулировать принцип графический изложения собственно кто был чей отец и кто был чей сын и превратить большой текст в генеалогическое древо. Графические методы сами по себе стали по сути делом прообразом что ли или мечтой человечества философов о графическом языке, который будет более сложный с одной стороны, а с другой стороны более понятный. Такой язык в истории назывался философским языком, назывался универсальным графическим языком. Надо сказать, что он так и не был разработан. Я думаю, что в ближайшие сто лет человечество придет к разработанному графическому языку. Причем это будет язык как и такого простого общения между людьми, так и язык собственно описания сложных объектов, который нам наиболее интересен, с которым мы сейчас непосредственно хотели бы работать. О нем говорил Лейбниц, математики. Тот символ, который я рисовал, когда рисовал схему знания, это очень похоже на техника рисования на работы эстонского философа Якова Линсбаха. Он придумал такой математический язык, который состоит из символов Х, А, каких-то треугольников, типа дельты, которыми можно было бы стрелочек составлять простые предложения на обычные человеческие темы. Например, брат с отцом пошли на охоту. То есть это можно было бы нарисовать небольшими значками, такими математическими значками. Линсбах был математик. Ну и по сути дела вот этот принцип, который придумал Линсбах, он положен в основу языков программирования. То есть когда мы рисуем один квадратик определенного действия, другой квадратик другого действия, присваиваем им каких-то субъектов, которые контролируют этот процесс и так далее. Это все такие математические символы или исчерчения, или из технических схем, мы бы так наверное сказали, из радиоэлектронных. Но за такими схемами мы внезапно начинаем видеть процесс, который происходит на предприятии или, например, в образовательном учреждении. Коллеги, ну и собственно, продолжая эти исторические экскурсы, я хочу сказать, что мы нашли очень интересные работы 30-х годов, 20-х, 30-х годов. Это соратники Алексея Капитоновича Гастева, Леонтий Бызов. Он выпустил несколько книжек с названием «Графические методы в статистике, управлении, в организации». Нам удалось поработать с его архивом. Оказалось, что он написал в свое время докладную записку, сделал доклад в Академию наук Советского Союза с тем, чтобы сказать, что графические методы – это то, что должна взять на вооружение молодая советская власть. Потому что графический язык быстрый, схватывает смысл сложных объектов, применяется в математике, географии, имеет там свои корни, и мы должны обязательно его использовать. Использовать мы его должны, он пишет и в школе, и в университете, в образовательном процессе. И приводит слова еще одного нашего соотечественника, с которым он был знаком, Вальтера Полякова, который до революции эмигрировал и уехал в Америку, познакомился там с Генри Гантом и был соавтором, как пишет Бызов, таблиц Ганта. Это то, что сейчас есть в пакете Microsoft Office, это Microsoft Project, то есть это такие специальные графики, на самом деле знакомы нам всем со школы, когда выстраивается график дежурств по школе. Здесь вот по классу, здесь фамилии, а здесь, по сути дела, кто дежурит, когда... Это вот придумал Генри Гант в свое время. Вальтер Поляков сказал, что графические методы поставили Америку в 20-30-е годы на то место, которое оно занимает в мире. Именно тогда был сделан огромный индустриальный рывок благодаря развитию автомобильной промышленности и, по сути дела, никто не оспаривал первенство Соединенных Штатов Америки как лидера промышленных инноваций на всем земном шаре. Это была мощнейшая страна, которая уже вместо автомобилей просто продавала по всему миру заводы по производству автомобилей, которая сделала рывок в промышленности в автомобильной, в сельском хозяйстве, в авиастроении, ну и, соответственно, во всех областях. Нам остается только вернуться к тем разработкам, к тем исследованиям, сказать, да, давайте вернемся к истории графических методов, давайте возьмем какое-то новое понимание, которое у нас должно сейчас сложиться и будем использовать действительно его везде, где только можно. Ну, собственно, я за это и ратую. Что у нас получается по соотношению графических методов черчения, рисования и схематизации? Вот, когда я беру в руку фломастер, я рисую, правда ведь? Значит, нельзя сказать, что я сейчас схематизирую. То есть, в принципе, мы где-то здесь имеем представление о том, что есть рисование. Вообще, мне кажется, очень важно, я, наверное, потом еще об этом скажу, что рисование, как и говорение, но я думаю, но я думаю, что сейчас каким-то образом, ну, вот так, как размывается в школьной программе. Это ужасно, потому что как рисование, так и говорение, так и писание, составление текстов нам помогает выразить какой-то смысл из окружающей действительности. вырезать этот смысл и выразить. У Бахтина есть такая пара овнутренении и овнешнении. Вот овнутренение у нас происходит за счет наших пяти органов чувств, а овнешнение, ну, по сути дела, в школьной программе сейчас происходит только за счет писания сочинений, а рисование изучается только в младшей школе, и уже к нему возвращаются, как к черчению, уже в таких специализированных колледжах, наверное, и университете. Хотя, посмотрите, вот есть этот, конечно, сейчас еще один пробел, связанный с сразу внесением того, что овнутренено в компьютер. я могу привести слова итальянского архитектора, который писал, что как только материал попадает в компьютер, я теряю над ним контроль. То есть, нам, конечно, очень важно развивать у любого ребенка навыки письма, навыки риторики и навыки рисования. Если вы меня спросите, чему соответствует схематизация, я скажу, схематизация – это новая риторика. Потому что ведь язык, на котором мы разговариваем, он тоже был создан каким-то образом искусственно. В некотором роде искусственно, я бы так сказал. Потому что искусственно появились все эти конструкции подлежащего, словосказуемого, прилагательных. Для того, чтобы красиво выразить какую-то мысль, необходимо очень правильно, красиво составить слова в предложении. И это не всем доступно, это специально изучается в школе. Как нужно составлять слова в предложении. Ну, кстати, в английском языке есть такой термин language schemes. То есть языковые схемы. То есть мы разговариваем с вами, в том числе языковыми схемами. А выразить мысль необходимо иногда не только языком. Выразить мысль можно карандашом, выразить мысль можно телом. И многие люди умеют это делать. А некоторые можно пошутить, этим и ограничиваются. Потому что мы все сталкиваемся с тем, что ребенку иногда можно покричать или толкнуть для того, чтобы объяснить, что, собственно, он хочет от родителей. Иногда как можно покапризничать. И это, собственно, тоже способ коммуникации. Поэтому я сейчас хочу сделать акцент на том, что мы по-разному входим в коммуникацию и разные используем методы. для нас важно, чтобы овнешнение происходило как языковым способом, графическим, музыкальным. Все эти навыки, по сути дела, все эти возможности человека необходимо в ребенке развивать. Значит, я вернусь к тому, собственно, где находится схематизация в контексте рисования, черчения. А сейчас появились такие очень интересные предметы, как скрайбинг. Я бы даже сказал леттеринг. Но я думаю, что живопись надо сюда тоже положить. И схематизация где-то. И вот надо сказать, что в этом пространстве мы немножко плаваем. Здесь еще есть моделирование, о котором вы говорите. Моделирование как каких-то предметов, объектов материального мира, так и моделирование каких-то сложных процессов, например, бизнес-архитекторы могут много рассказывать о моделировании производственных систем, например. Я думаю, что мы можем с вами градировать представление, которое у нас есть, по выражению тех или иных объектов, которые мы сталкиваемся в материальном мире. или в нематериальном мире. То есть, если рисование и живопись это о каких-то простых предметах, которые нас окружают, и есть история рисования, история живописи, история художественной культуры, то черчение возникает достаточно поздно при, ну, так скажем, с момента, когда итальянский архитектор Альберти стал ездить по городам и зарисовывать храмы, которые были построены в Италии. И когда он начал зарисовывать храмы, он понял, что рисунки храмов могут быть основанием для строительства таких же образцов. то есть черчение с одной стороны это сложные какие-то большие здания и сооружения, а с другой стороны это технические чертежи каких-то простых механизмов, которые появляются уже позже и составляют основу для патентов, которые распространяются в эпоху ну, английской промышленной революции. Ну, дальше смотрите, у нас есть моделирование, которое появляется вообще в принципе в 20-м веке. Тут появляются 3D-модели, софт для 3D-моделирования и одновременно софт для моделирования бизнес-процессов, архитектур, предприятий и так далее. Ну, леттеринг это такая простая штука. Ну, вот мы решили, что схематизация необходима для описания сложных социальных систем. Причем невозможно, например, заниматься схематизацией так, как занимается художник. То есть невозможно взять и нарисовать сложную социальную систему в одиночку, мы считаем. То есть для того, чтобы описать сложную социальную систему, необходимо ее описывать вместе с другими участниками. Поэтому у нас это не рисование, не моделирование, а схематизация. То есть схематизация, мы говорим, происходит только в коммуникации с другими людьми, когда другие люди, все люди, все участники коммуникации пытаются нарисовать сложный объект. Мы предполагаем, что в этот момент они каждый выражают разные позиции, разный взгляд на объект. Вы знаете, наверное, эту притчу, когда слепые трогали слона. Один потрогал хобот, другой потрогал ногу, третий потрогал ухо, и один сказал, я понял, слон, он такой длинный и тонкий, как змея. Другой сказал, я потрогал слона, я понял, что слон, он такой большой и толстый, как тумба. А третий сказал, он мягкий и теплый, как ухо, или как просто что-то живое и плоское. Значит, соответственно, взгляд каждого позиционера на сложный объект будет отличаться. и мы считаем, что вот в момент коммуникации по поводу сложного объекта, в момент рисования сложного объекта возникает схема этого объекта. Значит, венцом, конечно, работы Московского металлогического кружка была схема мыследеятельности. Значит, мыследеятельность была взята как такой сложный объект, с одной стороны, культурно-исторический, потому что мыследеятельность выражала всю деятельность человечества, всю историю мира. А с другой стороны, схема мыследеятельности была достаточно таким прикладным инструментом для проектирования организационно-деятельностных игр. И она выражала собственно, как устроено человеческое мышление, как устроено образование и как по сути дела работа в коллективе и деятельность помогают развитию организаций или вообще как по сути дела на чем основано развитие общества. я так очень быстро перескочил, но попробую описать представления, которые были в Московском металлогическом кружке относительно деятельности и организации. Ну, по сути дела, мы начнем с того, что тем, кому нужна такая схема, они все находятся в какой-то совместной деятельности. Ну, если мы с вами имеем дело как с людьми из образования, то у каждого, кто имеет такую позицию, фьютора или преподавателя, у него есть собственный взгляд на то, что происходило в мире, на мир как сложный развивающийся объект, и будем считать, что вот этот является носителем знания какого-то. Вот в Московском металлогическом кружке вот этот охватывающий контур, такой взгляд, мы же можем нарисовать здесь человечка, который вот так сюда смотрит и вот здесь всю эту сложность видит. вот он принято его изображать вот такой дугой. Значит, и смотрите, у нас задача, как у преподавателей передать представителю другой позиции, который по-другому смотрит на мир, видит немножко меньше в этом мире. Ну вот эту полноту всю конструкции представления о мире. и мы с вами знаем, что передать это мы можем с помощью знака, с помощью схем языковых или графических. Ну вот у нас здесь есть в коммуникации такая штука, когда есть текст или знак или схема и которая лежит между двумя коммуникантами. Ну вот вообще в последних исследованиях о коммуникации считается, что передать вообще в принципе ничего нельзя коммуникации. То есть между людьми есть драматический разрыв, гэп, когда что бы мы не говорили друг другу, будет интерпретировано не так, как собственно этого хотел тот человек, который что-то передает. Люди не компьютеры, у них разные представления о мире. Под одними и теми же словами они представляют себе совершенно разное. Если на таком представлении о коммуникации, когда два человека должны понимать друг друга, была построена кибернетическая теория и были придуманы компьютеры, ну то есть если люди говорят друг другу и понимают друг друга, значит это можно сделать на каких-то автоматических механизмах и были построены такие механизмы, то есть компьютеры. Теперь все компьютеры, передавая друг другу какие-то сигналы, друг друга понимают, а люди по-прежнему нет. Почему? Ну вот в схеме мыследеятельности это объясняется. Есть такая метафора, что каждая из таких позиций, вот которые передает допустим, у нее есть свои представления о мире. Помните как у Канта одни представления Георгий Петрович Гравицкий говорит объектно-онтологические, то есть о том какие объекты есть вообще в природе. Ну какие объекты есть? Ну вот берем словарь русского языка 50 тысяч слов. Начинаем листать. И есть какие-то незнакомые слова, есть какие-то знакомые. Вот какие-то незнакомые, значит у нас таких объектов мышления нет. Вот у меня. А есть какие-то знакомые слова, значит у нас есть об этом представление, мы их как-то размещаем в мире. Какие-то слова для нас важнее, такие как дочь, сын, школа, не знаю, какие-то вообще для нас не имеют никакого значения. они такие маленькие в нашей онтологии. А для кого-то наоборот они большие, огромные. По сути дела вот эти все объекты в нашем мышлении они у тех, кто включен в коммуникацию разные. Вот я этому три звездочки нарисовал и два кружочка, а у этого одни кружочки. А почему я нарисовал три звездочки? Потому что он играет в доту 2, например. И он все понимает про доту 2. И если он начнет рассказывать про доту 2, мы не поймем ни одного слова. То есть у него абсолютно другие представления о мире сейчас. Значит, и на вот этой, это называются ортогональные доски, на этой ортогональной доске, которая ортогонально находится к первой, лежат процессы. У одного представления о том, как устроены какие-то процессы в жизни одни, а у другого другие. В организациях я привожу пример, что одному человеку говорят, надо послать электронную почту нашим контрагентам. И человек идет к компьютеру, открывает электронную почту и начинает отправлять письма нашим контрагентам. А другой едет домой, ужинает, утром приходит на работу, значит, днем открывает компьютер, уточняет, каким контрагентам надо отправить почту, какой ее текст и так далее. Но совершенно другой процесс. Во-первых, другой по длительности, во-вторых, другой по глубине включения в проблему и так далее. По-разному все действуют. Кто-то привык утром просыпаться и чистить зубы, а кто-то чистит зубы вечером, а кто-то чистит зубы вечером и утром. Это все разные процессы, и у людей они устроены по-разному. с трудом могут понять друг друга, потому что они, во-первых, некоторых слов не знают, а в-третьих, у них процессы в голове по-разному устроены. И все было бы ужасно, если бы не было совместной деятельности. То есть каким образом можно преодолевать этот разрыв? То есть, по сути дела, в результате коммуникации происходит какая-то синхронизация в мышлении, в совместном, в коллективном мышлении. А потом, если она состоялась, то люди смогут вернуться вот в эту настоящую деятельность, которую мы рисовали в самом нижнем слое, для того, чтобы начать совместно действовать. И если у них это совместное действие все-таки начало осуществляться, если они в действии начинают понимать друг друга, то тогда этот разрыв уходит. Я раньше, честно говоря, думал, что это со временем должно провести человечество к тому, что все превратятся в такое подобие муравьев, потому что муравьям-то особо мыслить не нужно, и все функционально очень четко знают, собственно, о чем в деятельности они занимаются. но поскольку человечество еще не превратилось в муравьев, нам это не грозит, а вот этот разрыв в понимании он нас всегда заставляет искать новые средства для развития мира, для того, чтобы человечество не останавливалось, искало новые способы понимания друг друга, искало свой новый универсальный язык. Значит, вот схема мыследеятельности, как она у нас устроена. То есть, мы считаем, что есть слой деятельности, в котором осуществляется деятельность. Вообще, в московском металлогическом кружке было принято изображать деятельность следующим образом. Исходный материал, конечный продукт. Это, по сути дела, калька с английской схемой Дугласа Росса, у которого вот в таком, в такой примерно схеме было то же самое input, input, output. Что-то на входе, что-то на выходе. Ну и, по сути дела, конечно, было бы здорово и интересно обсудить с тьютерским сообществом и вообще с людьми, которые занимаются образованием, а что на входе и что на выходе. То есть, какая деятельность. Что, собственно, преобразуется из исходного материала в продукт. Что является исходным материалом, что является продуктом. И вообще деятельность ли это. Может быть, это коммуникация как раз. А деятельность, она, ну, такая абсолютно материальная. Продукт стоит денег. И это производство чего-то из чего-то. значит, на схеме акта деятельности в московском методологическом кружке было, были три таких прямоугольничка. Считалось, что из исходного материала, чтобы преобразовать в продукт, необходимо знание, способности и средства. ну и по сути дела средства, это я добавляю от себя, мы все берем из коммуникации. То есть для того, чтобы преобразовать исходный материал в конечный продукт, необходимо вступить в коммуникацию и получить знания, средства, ну и в зависимости от способностей вернуться в деятельность после коммуникации в определенной функциональной роли какой-то своей. вот есть деятельность, соответственно, есть коммуникация, которая, как мы знаем, скорее невозможна, чем возможна. И обучение с точки зрения трансляции, когда преподаватель что-то говорит, это не обучение, обучение в том, что ученик пытается что-то понять. То есть сам процесс образования находится на стороне ученика, а не на стороне учителя. то есть сама попытка и вот тщетные вот эти усилия ученика, чтобы понять, собственно, а какие средства необходимы и знания ему для того, чтобы в будущем, в жизни преобразовывать какой-то исходный материал в конечный продукт и получать за это деньги и это делать в определенной функциональной роли, вот это и есть образование. Его собственные усилия что-то понять. ну и у нас есть слой мышления, в котором соответственно ортогональные доски абсолютно разные и каким-то образом их можно синхронизировать и совместно что-то действовать, только пробуя вот эти три стадии деятельность, коммуникация, мышление, деятельность, коммуникация, рефлексия, мышление, деятельность. Ну и так эта схема по сути дела выглядела достаточно долго, пока уже на этапе когда кружок почти перестал существовать, не были введены новые позиции, которые выглядят следующим образом. Коммуникация вообще типа не просто коммуникация, а когда мы осуществляем рефлексию деятельности, мы можем вести такую позицию исследователя. То есть рефлексия деятельности, которая есть, проводится исследователем. Для этого очень важны любые исследовательские проекты. То есть вот если у вас есть исследовательские проекты, значит вы выполняете функцию рефлексии деятельности и тот, кто занимается, занимает позицию исследователя. Значит, но мы с вами знаем, что у каждого есть свой язык и по сути дела исследования можно проводить в языке химии, в языке физики, в языке религий различных, в языке в конце концов космологических представлений, ну каких-нибудь вообще дорелигиозных. Ну когда мы сталкиваемся с какими-то астрологическими прогнозами, то это явно дорелигиозные представления дохристианские о мире. Но люди же так мыслят, они же приходят на работу, пытаются взаимодействовать с другими людьми с этими представлениями. То есть они у них есть, то есть есть кто-то, кто держит язык, в котором люди понимают друг друга. Мы говорим, что это функция антолога. Вот есть позиции исследователя, который, по сути дела, занимается рефлексией деятельности, ну анализом того, что происходит. И это большая беда советской науки в том, что исследования старые, оторваны от современных проектов. то есть мы говорим о том, что исследователь готовит вообще свой анализ, делает рефлексию какую-то предметную в какой-то области для того, чтобы из нее можно было сделать проект. Опять-таки часто мы сталкиваемся с тем, что проекты начинают делаться без исследований. И это тоже ужасно, потому что я вижу группы например молодых людей, которые садятся работать в проектном подходе над проектом, а перед этим не сделаны ни социологические исследования, ни если нужно не знаю специальные какие-то исследования, ни статистические исследования. Как бы считается, что можно перейти к проекту просто выполнив какие-то определенные действия из PMBOOK PMBOK проект без исследований не имеет никакого смысла. То есть в нашей картине мира, которая по сути дела создана в онтологии мысли-деятельности, исследования делаются для проектировщика. Они используют один и тот же язык. И проектировщик в своем проектировании может сделать какой-то дизайн будущей ситуации. Либо это мы можем перейти с вами на какие-то простые вещи. Либо это дизайн комнаты или квартиры, либо это дизайн здания, архитектурный дизайн, драфт-дизайн какой-то. Либо это дизайн ситуации в городе или ситуации в регионе, если мы берем урбанистов. Либо это дизайн ситуации в стране, если мы берем политиков. Но можно сделать какой-то проект ситуации to be, которая будет выражать чаяние одной группы или чаяние определенного стейкхолдера. но если по сути дела мы собираем здесь несколько слепых, которые трогали слона, то может родиться интересная схема, которая будет опираться на разные точки зрения. После того, как у нас есть несколько проектов от разных проектировщиков, мы можем передать их в ММК. Эта позиция называлась программист. По сути дела эта позиция отвечает за дорожную карту, за программу, алгоритм действий, которые позволяют выполнить определенные шаги для того, чтобы этот проект был реализован. Ну и собственно вот таким образом мне кажется достаточно очевидно и логично на схеме мыследеятельности появляются четыре позиции, которых явно не хватает в современной системе образования. То есть нету разных представителей разных антологий, разных языков, которые позволяли бы на всех этапах участникам коммуникации в разных языках делать проекты и программы, проводить исследования. Достаточно бедно учат осуществлять исследования. Проекты путаются с исследованиями и иногда проекты ну в смысле дизайн проекта, в смысле архитектурные проекты будущих каких-то предприятий путаются с тем, что реально реализуется в деятельности. Ну и соответственно достаточно мало людей вообще я вижу на предприятиях, в организациях, которые работают с программами по алгоритмам, ну я имею ввиду, которые договорились о том, что они будут выполнять определенные шаги все вместе для того, чтобы реализовывать определенные проекты развития в своих коллективах. Этого очень мало. Но после того, как такой проект есть, все участники этой коммуникации возвращаются в деятельность и пытаются реализовать то, для чего они собственно собирались, проводили исследования, делали проекты и писали дорожные карты, грубо говоря.